Ну, попытаемся за полчаса, которые у меня здесь есть, как-то немножечко обозначить такой план. Кто такие социальные предприниматели? Как ими стать? В счет, куда они берутся? Какие есть у нас точки роста в России? Где искать поддержку начинать? Почему я об этом говорю? Вообще, эту тему развиваю, как бы в Кировской области двигаю, потому что я сама считаю себя социальным предпринимателем, и не только я, люди, проживающие конкурсы на поддержку социальных предпринимателей. У меня есть несколько проектов в сфере питомниководства, в сфере раздельного сбора и в сфере производства иван-чая. Вот, поэтому, какие вообще вот есть мысли, кто такие социальные предприниматели? Те, кто работают не только за прибыль. А вот у многих людей какие-нибудь есть? Может быть, это все люди, которые вместо традиционного денежного капитала используют социальные предприниматели в качестве единицы взаиморасчета? Ну, я условно... Ну, всегда просто очень интересно, какие ассоциации вот с этим словосочетанием, потому что у всех на самом деле... Какой-то особенный льготный вид бизнеса с какими-то преференциями? Наверняка апеллирующие ценности на особую группу населения. Ну, в целом, да, как бы общими словами можно все это характеризовать так, но вот очень емко есть определение у фонда «Наше будущее», который, кстати, один из первых вообще фондов, кто занимается развитием, поддержкой социальных предпринимателей и, скажем, именно финансовой поддержкой и обучением. Так вот, у них очень классно написано, что эта новаторская деятельность изначально направлена на решение или смягчение социальных проблем на условиях самоокупаемости. То есть, по сути дела, социальное предпринимательство – это решение социальных проблем, это бизнес, решение социальных проблем. При этом, что интересно, во главу угла не ставится прибыль, как в обычном классическом бизнесе, а ставится именно какой-то новый подход к решению старых, там, закоренелых задач. Есть такой замечательный человек, зовут его Билл Дрейтон, это основатель компании «Ашока», но это, естественно, Америка. Они там давно уже занимаются этой проблемой, ну, в смысле, поддержкой социальных предпринимателей. И очень классно у него есть метафора, цитата, что социальным предпринимателям очень мало дать людям рыбу или дать людям удочку, чтобы научить их ловить рыбу. Им они не успокоятся, пока они сделают революцию в рыбной промышленности. То есть, это как раз-таки об этих людях. Это новый подход совершенно вообще к решению всего. Как они становятся вообще? Какие есть примеры? Примеров очень много сейчас у нас завели в стране. Вот я могу дать такую интересную распечатку посмотреть. Вот, можете посмотреть. Это журнал «Коммерсант» совместно с фондом «Наше будущее». У меня целая статья. Выпустил приложение в акрельском номере, посвященное полностью социальному предпринимательству. То есть, там опросы на ведущие, ректора наших университетов, бизнес-элиты и так далее. И эта тема освещена просто очень подробно со всех сторон. То есть, вот, прочитав это приложение, вот, можно в печатном виде, можно в электронном, кому интересно, скину, можно понять вообще в целом сейчас ситуацию. За полчаса, конечно, это не расскажешь. Но, надо сказать, что, чтобы быть социальным предпринимателем, сейчас есть два совершенно, два формата, по которым люди идут. Первый формат – это быть классическим ИП или ООО, и в этом случае денежный поток можно искать в одном месте. А второй случай – это когда НКО с правом заниматься предпринимательской деятельностью, да, в рамках устава. И это другие совершенно разговоры, другие денежные потоки. И, на мой взгляд, люди, которые решают вот эти задачи, и пытаются вот быть именно такими социальными предприятиями, им надо идти по двух путям. Вот. Например, вот, примеры, какие могут быть, да, социальные предприятия. И, причем, опять же, повторюсь, что даже сейчас вот можно решать одни и те же задачи по-разному. Вот, например, есть бизнес в плане вторсырья, да, то есть, есть компании, которые занимаются работой с юрлицами и просто собирают вторсырье с юрлицами, работают и делают из этого деньги. А можно за идею делать, да, то есть, та же самая подбутылка становится не средством прибыли, а идеей, что она не должна попасть на свалку и должна быть переработана. И вот в этом отношении, на мой взгляд, в современных условиях, особенно в условиях кризиса, так называемого, который якобы у нас в стране, можно позиционировать себя совершенно по-другому. То есть, если поменять отношение к тем вещам, которые вообще, допустим, компания декларирует. И выйти на какие-то другие позиции, учитывая вот этот фактор. Например, то же самое в Second Fantasy, например, да. Можно просто продавать одежду, делать из этого бизнес. Можно ставить, допустим, боксы в Москве, да, собирать там одежду, потом сортировать ее, причем трудоустраивать людей, которые там нуждаются в адаптации, например, после там какого-то заключения. И причем часть одежды продавать, часть одежды продавать в благотворительность, и часть трудоустраивать тех людей, которые нуждаются тоже в какой-то помощи, там, трудности у них, там, женщины, например. Есть конкретный вот пример девочки, которая в Москве такой бизнес сделала. Или, например, не дай бог у кого-то рождается в семье ребенок с особенностями развития. Да, можно просто замкнуться на нем и бегать по инстанциям, пытаясь выбить какие-то пенсии и так далее. А можно сделать по-другому, как сделала для девочки в Питере, пытаясь устроить своего ребенка с такими особенностями в детский сад, естественно, никто не брал. Она всегда организовала свой детский сад. То есть, зарабатывая на этом, решая социальную задачу, всем хорошо, и общество в этом плане развивается. То есть, если посмотреть на эту распечатку, то в целом это те социальные предприниматели по исследованиям фонда «Наше будущее», которые уже ведут деятельность в разных совершенно областях. И, конечно, это больше такие, ну там, здравоохранение, скажем, образование и там социальная сфера развития сердцевских территорий. Вот. И это очень, ну такие, интересные цифры. Познакомьтесь, пожалуйста. Просто мне вот лично было очень интересно. Очень многие вузы сейчас ведут программу по... начинают вести, многие уже ведут какое-то время именно по образованию в сфере социального предпринимательства. То есть, кто такие эти люди, да, откуда, как берутся, в общем, полностью можно сейчас раз и получить. Я бы хотела сказать о трех местах, где лично я просто получила помощь и поддержку в этом отношении. Это вот «Наше будущее». Причем очень интересно то, что у них не гран... То есть, есть грантовая история, конечно, но в основном у них беспроцентные займы. То есть, у них история такая, что, чтобы научить именно таких социальных предпринимателей самим зарабатывать, монетизироваться и выходить на самоокупаемость. То есть, не просто заниматься раздельным сбором, как вот мы занимаемся, да, и как бы даже не покрывать свои расходы, а чтобы сделать из этого историю, когда все... выручка больше, чем расходы. При этом они готовы обучать и так далее. И когда, естественно, допустим, я беру у них займ, то я должна это отдать. А раз я должна это отдать, хоть и без процентов, то я буду в любом случае стараться, чтобы это стало историей монетизированной, да, прибыльной. Вот. Но у них очень классно то, что они дают даже длинные деньги, большие, причем до 10 миллионов, на совершенно индивидуальных условиях. Например, я беру на евреи, могу начать отдавать в июне, поскольку Иван-Чай начинает только в июне произрастать и начинается там производство. И могу... И отдаю только по, там, допустим, какое-то время, потом какой-то перерыв, то есть связанный с сезонностью или еще с чем-то. Это все абсолютно учитывается индивидуально. Есть такое еще замечательное место, называется Impact Cup в Москве. Это место, где грантовая история именно с социальными предпринимателями. И там происходит обучение, ну, так скажем, в режиме инкубатора. То есть, если вы совершенно не знаете, как им стать, то можно подать заявку, потому что там есть определенный конкурс. И хотелось бы еще сказать про гражданское лидерство, потому что коли в теме заявлено, и, в общем-то, это одно из другого проистекает. Очень часто социальным предпринимателем становятся те люди, которым не все равно, что происходит в нашем обществе, которые хотят что-то поменять, которые хотят вообще как-то изменить и, как я уже сказала, сделать революцию в каких-то там своих областях, которым интересно. Мне, например, интересно сделать зеленую революцию, как бы я всегда говорю в сфере экологии и вообще какого-то экосознания. Есть люди, которые там в своей сфере. Поэтому гражданское лидерство это как раз та позиция, на мой взгляд, на которую, как бы та платформа, которую стоит тоже развивать. То есть предпринимателство это одна платформа и, как скажем, одни истории, где можно получать обучение, информацию, связи, там, средства и так далее. А есть платформы, которые конкретно занимаются в развитии гражданского лидерства. Например, есть такая интересная школа, так и называется школа гражданского лидерства в Москве, которую я недавно закончила. Тоже у них две сессии было. Там совершенно потрясающая программа. То есть там обычные физические люди, которые хотят каких-то перемен в обществе, могут подать заявку и совершенно бесплатно. Они оплачут питание, проживание вообще в супер гостинице. У них там, у них у самих на это грант. Получить совершенно потрясающие знания из первых уст, причем из первых общественных деятелей, которые в нашей стране передовые, в Москве находятся и там еще в других городах. Они приглашают как спикеров. Получить информацию, как стать гражданским лидером и как, допустим, заниматься тем же фандрайзингом, это для НКО будет очень интересно, тем же самым корпоративным донорством для НКО. То есть все, что связано со сферой некоммерческой организации, вот именно школа гражданского лидерства очень хорошо поддерживает, развивает и помогает. Вот. Вот как бы очень коротко, по-моему, я даже еще меньше, чем в полчаса уложилась. Давайте, может быть, мы как-то подискутируем, какие есть на эту тему мнения. Вообще просто очень интересно, потому что очень новая, ну, на мой взгляд, вообще у нас в стране она совершенно недавно тема развивается. И очень интересно узнать мнение людей, как вы считаете, стоит ли вообще заниматься этим вопросом, важно ли это дело и нужны ли социальные предприниматели? Вот давайте как-то... Вот вопрос только один. Как бы я все применяю к своему малому городу, вообще к малому населенному городу, где ресурсы слишком ограничены, чтобы наше основывательное лицо, если вот этим не подразумевается прибыль, и работа персонала за деньги, потому что там уже нет возможности на постоянной основе, постоянно иметь людей, готовых работать бесплатно. Разовая акция еще может быть, это не факт, это на постоянной это исключено. А задач как раз больше всего именно в таких точках, которые недофинансированы, вот населенные пункты, то есть, вот говорю, проблема у нас самая-таки тяжелая, инфраструктурная, то есть это там и дорога, и коммуникации, и ресурсов, которые... Да? А ресурсов минимум. Вот как применить здесь социальный предприниматель с учетом еще и местного менталитета, который подразумевает, в большей части, то есть если человек получает прибыль, то он все, хопуга вообще там, и так далее. То есть очень редко относятся к предпринимателю однозначно, положительно, что бы он там ни делал. Все равно... Да или нет? Давайте я отвечу просто конкретным примером, да, потому что, ну, во-первых, про свой Иван-чай я могу попозднее кому интересно рассказать, потому что это как раз из этой истории, что мы в малом населенном пункте это делаем. Я расскажу более яркий пример, потому что у нас пока не совсем большой масштаб, а есть более масштабные вещи. Девочка... Девочка... Кузаль. Значит, она сама родом из Свердловской области, у нее у папы пасека в деревне. Деревня как раз из той сферы, когда нет совершенно народа, живут одни бабульки, все плохо, все загибается, средств нет, чтобы там детскую площадку построить то же самое. Что она делает? Значит, мед, как известно, сейчас большая конкуренция, там много пасечников, и как бы если просто, как правило, запаковывать в баночки этот самый мед и продавать, в общем, как все, неинтересно уже. Значит, это вопрос технологии, на мой взгляд. То есть, она что делает? Она берет, узнает технологии, как из меда делать крем по определенной технологии, едет в Европу, закупает станок для производства вот этого крема, добавляет туда, в это производство ягодки, и получается так называемый крем с ягодкой, из меда причем. Он не такой сладкий, он более вкусный, но, что потрясающая самая история, что работают-то у нее бабушки, то есть, те, которые в этой деревне живут. Менточку, на какие средства она закупает станок? Вот, тут как раз вопрос такой, на мой взгляд, любое развитие в любой территории должно строиться как раз-таки на лидерах, на тех людей, которым не все равно. То есть, она закупает на грантовые средства, то есть, она подает грант как физлицо, грубо говоря. Как физлицо? Да, 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 Ну, я, например, тоже выбрала грант недавно как физлицо, достаточно очень вкусный. Вот, как физлицо, и у них эта история очень долгая, как просто инициативная группа, которая делает что-то, то есть, даже не как там ИП или ООО. Естественно, когда у них объемы выросли, они сделали сейчас из этого юрлицо и сделали из этого коммерческую компанию, да, но эти люди, эти бабушки, они сначала там фасовали определенное количество, да, этих баночек меда, ягоды, причем же они же не собирают, да, то есть, это вот к вопросу локальной экономики, то есть, вот я считаю, что любую локальную экономику на территории можно сделать используя местные ресурсы, просто посмотреть вокруг, а что здесь есть и что это можно, причем ресурсы плюс технологии, то есть, просто мед продавать уже никому не интересно, а продавать мед вот в таком варианте, да, и это должны об этом подумать те люди, которые как раз хотят развивать эту территорию, то есть, какие есть интересные технологии и как мы можем эти ресурсы использовать. Хорошо, есть определенная потребность, но нет в данном случае, грубо говоря, средств для технической реализации, то есть, или они где будут слишком большие, чтобы это вообще, вот это подаваться с грантом даже физлицу, то есть, для того, чтобы, например, решить... Краудфандинг, да, на мой взгляд, то есть, смотри, что это... Миллионы нужно, нет, а на краудфандинг собирают миллионы при правильном построении. Нет, то есть, проблемы много, да, и как бы вот как раз развитие малых территорий, вот это тоже, кстати, моя тема, тут вообще есть несколько моделей, как можно это развивать. Мы можем, в принципе, я думаю, что просто за эти малых территорий, похоже, интересно только одному человеку, можем с вами индивидуально поговорить, да, чтобы, да, здесь не об этом не говорить, но вообще, в целом, вот если кому интересно, тоже могу про краудфандинг несколько слов сказать, да, вообще все в курсе, что это такое? Ну, кто-то в курсе, кто-то не знает. Смотрите лучше. Да, краудфандинг, это вообще, с английского, если перевести, поиск средств с помощью толпы, то есть, крауд, толпа, фандинг, да, То есть, это скидываются все люди, грубо говоря, на решение какой-то задачи. Для этого существуют платформы краудфандинга в России, у нас, Планета.ру, например, Boomstarter, там, это уже западная больше платформа, где создается проект, вы пишете, например, нам надо, там, столько-то денег, ну, то-то, то-то, ну, там, на развитие чего-то, ну, например, последнее, яркое, кстати говоря, мероприятие, которое очень быстро нашло, естественно, деньги, там, Борис Гребисчиков выпускал новый альбом, и ему нужны были деньги на выпуск. Он за три дня собрал несколько миллионов рублей. То есть, люди с разных концов страны, там, кто сколько мог, кинули, да, и все, и собрали. То есть, вот такой вот сообща вещик, и причем, собирает миллионы на самом деле. Это абсолютно реально. Просто нужно понимать механизмы, ну, это естественно, нужно просто зайти на сайт, там, изучить все, у них куча видео, роликов как-нибудь. Вот. В общем, я к тому, что хочу сказать, просто за полчаса мало еще скажешь, но в целом хочу сказать, что пути и решения любой абсолютно проблемы и задачи, я бы сказала, не проблемы, а задачи, есть у нас в стране. И если в стране нет, нужно искать за ее пределами. Потому что, вот я, например, выиграла хороший грант за ее пределами. Вот, пределы на вашей стране. У вас были проблемы с получением этого гранта? Знаете, нет. Финансирование из-за рубежа, все дела? Нет, потому что я же как физлицо, меня как физлицо перечислили, поэтому вообще не было проблем. То есть, к иностранным агентам из меня не перечислили? Ну, так как я, как сказать, из юрлица, то агентом меня уже не перечислишь. Вот давайте какие-то, может, еще вопросы, кому интересно. Может написать хотя бы название там сайта, я не знаю, или вам все равно некуда записывать, нечем. Знаете, у меня вопрос, вот вы привели интересный пример с детским садом, то, что не было детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья, и человек сам организует частный детский сад, и, соответственно, он востребован, туда ходят люди. И вот получается, чем является вот этот социальный бизнес и его взаимоотношения с государством. Он подменяет некоторые государственные функции, потому что, по идее, это была задача государства создать, но она не создала. То есть, чиновникам удобно иметь вот таких социальных предпринимателей, чтобы не решать какие-то государственные задачи, а говорить, ну, там раз появилось, они сами там все сделают. Вот, как здесь выстраиваются взаимоотношения, на ваш взгляд? Вопрос очень классный, на самом деле, и спасибо, что вы задали его, потому что, я забыла об этом сказать, что да, государству очень выгодно иметь таких социальных предпринимателей, потому что, как правило, эти люди решают за свой счет, между прочим, те проблемы, которые, по сути, должно решать государство. То есть, возьмем ту же самую сферу обращения, да, ТБО, да, взять. Вообще-то, ну, к сентябрю месяцу у нас должна быть держана схема территориального так, чтобы это была, скажем, переработка, но, естественно, у нас по определенным причинам в области не может случиться так, что все, весь мусор будет перерабатываться. Так вот, маленькие предприниматели берут на себя эту роль в качестве того, чтобы собирать, перерабатывать, накапливать, отвозить. То же самое с садиками, да. Вообще-то, государство должно делать такие садики, потому что, что эти люди, дети, это не люди, что ли? То есть, по сути, да, если мы говорим о демократии, демократии и равных возможностях для всех, то должны быть такие садики давным-давно уже в нашей стране. Их нет. Эти люди берут на себя ответственность и делают эти вещи за свой счет, на свой причем страх и риск, потому что ведь немногие люди, это ведь там у них интересная система, что на одного ребенка три преподавателя, то есть не на троих один, а на одного ребенка три. И это очень затратная вещь на самом деле. И немногие, конечно, могут себе это позволить, но тем не менее есть люди, которые могут, но если бы не было такого садика, скажем, им бы некуда было пойти. Мечты о светлом будущем, как изменить мир. Да, кстати, у меня есть книжка «Как изменить мир», если интересно, могу поделиться. Как раз с идеями социального предпринимательства. Очень классная штука. Мотивирует вообще на перемены постоянные. У меня, наверное, все. Если кто-то есть, следующий выступающий, то давайте, кто следующий? Подходите. Спасибо за выступление. Спасибо за выступление. Спасибо.